Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Считаю, что каждый мастер должен уметь покрывать гель-лаком близко к кутикуле. Такой способ называется покрытие под кутикулу. Такой визуальный эффект достигается за счет того, что во время маникюра мы приподнимаем кутикулу, прокрашиваем, после него она становится на место и кажется, что гель-лак под ней. В этом видео очень подробно разберем 4 способа покрытия гель-лака под кутикулу. Поделюсь с вами всеми секретами и лайфхаками. Будет очень интересно. Поехали! Глубокая прокраска под кутикулу неразрывно связана с чистым маникюром. Если будут кусочки кожи, то гель-лак к ним притянется и обязательно будут затеки. Работа будет выглядеть неаккуратно. Поэтому я уже выполнила маникюр, сделала выравнивание ногтевой пластины. И сейчас покажу вам 4 способа, как покрывать гель-лаком под кутикулу. Для того, чтобы ваше покрытие гель-лак не затекало под кутикулу, рекомендую снять липкий слой с базового покрытия. Делаю это салфеточкой, сложенной в 4 части, для того, чтобы не попадать ацетон, содержащим средством на кожу. Липкий слой стягиваю по направлению к себе. Если вы сомневаетесь в чистоте кармана под кутикулу, вы можете дополнительно убрать пыль, обезжирить его при помощи апельсиновой палочки и намотанной салфетки на нее, либо вот такими ватными палочками. Посмотрите на кармашек под кутикулой. Он абсолютно чистый, нет никаких кусочков кожи, которому мог притянуться гель-лак. Именно так он должен выглядеть. Но я вам расскажу еще один лайфхак, который поможет нам покрыть глубже цвет. Перед нанесением цвета приподнимаю кутикулу апельсиновой палочкой или пушером. Именно не отталкиваю, а больше приподнимаю, раскрывая кармашек. Еще раз повторяюсь, что покрытие под кутикулу это такой визуальный эффект. Не нужно лезть очень глубоко, в этом нет никакой необходимости. После процедуры кутикула встанет на место и визуально покрытие будет под ней. Первый способ подталкивания. Он подходит для той кутикулы, которая имеет высокий задний валик. И когда вы будете подталкивать материал, он не дотронется до кожи. Сейчас я покажу прием, как вы можете тренироваться, отрабатывать данный способ. Набирая материал на кисть, хорошо отжимая ее во флаконе. Пальчик клиента обязательно располагаю немного вниз, для того, чтобы материал не затек под кутикулу. Ставлю опору мизинцем, прижимаю кисть к поверхности ногтя, опускаюсь сначала на 1-2 мм. И теперь вот эту образовавшуюся капельку толкаю наверх. Моя кисточка очень удобная, она веерная и повторяет изгиб кутикулы. Сильно своим пальцем большим оттягиваю кутикулу и завожу материал глубже. Провожу кисть лежа до свободного края, у меня покрывается большая часть ногтя. Важно не отпустить кутикулу, а продолжать покрывать. Мизинцем раскрываю зону синуса и небольшими движениями коротенькими покрываю зону синуса и боковой пазухи ровным движением. С одной стороны поворачиваю пальчик на другую сторону, большим еще сильнее раскрываю синус. Кисть располагаю по диагонали и также мелкими движениями зону синуса и ровное движение вдоль боковой пазухи. Все затеки сразу убираю при помощи апельсиновой палочки. И теперь мы можем еще глубже покрыть материал. Отпуская руку клиента в воздухе по пути в лампу. Хочу обратить ваше внимание, что настольная лампа стоит у меня таким образом, чтобы свет попадал под кутикулу, чтобы не было тени. Это крайне важно для глубокой прокраски. Тренироваться вы можете следующим образом. Набираете материал на кисть и также ставим, спускаемся на 1-2 миллиметра и делаем ровную линию, как будто бы представляем перед собой кутикулу. Прокрашиваем по диагонали синусы. Сделали один раз. Набрали еще дополнительный материал. И делаем чуть выше все то же самое, чтобы линия была ровная. И прокрашиваем воображаемые синусы с одной и с другой стороны. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Для покрытия вторым слоем я набираю уже чуть больше материала. Отжимаю кисть в одну сторону во флаконе, чтобы у меня материал был на одной стороне кисти. Оттягиваю кутикулу. И по такому же принципу спустилась на 1-2 миллиметра и толкаю каплю. Задерживаясь у кутикулы на 1-2 секунды, чтобы материал у меня затек по глубоко прокрашенному слою. Продолжаю прокраску посередине, по диагонали в зоне синуса и боковой пазухи. Пальчик подкручиваю на бок, чтобы мне было видно. Кладу на другую сторону, большим пальцем оттягиваю валик. Прокрашиваем. При необходимости вы можете запечатать торец. Если так нравится вашему клиенту, очень аккуратно, едва касаясь кистью, можем это сделать. Не делайте вот таких движений веником, так как материал попадает под ногтевую пластину и смотрится это некрасиво. После чего мы делаем длинные разравнивающие движения от кутикулы до свободного края. Отправляем на просушку на 30 секунд. На клиенте я, конечно, не покрываю два слоя по одному ногтю. Сначала на всех 10 ногтях выполняю первый слой, а затем уже второй. Второй способ использования тонкой кисти. Ею очень удобно прокрашивать глубокие боковые пазухи из зоны синусов. Набираю небольшое количество материала на кисть. Подвожу достаточно близко к кутикуле с отступом. Прокрашиваю среднюю часть ногтевой пластины, кладу на бок, отодвигаю синус, по диагонали прокрашиваю его, боковые пазухи, с другой стороны. Важно везде хорошо оттягивать кожу. И не торопиться следить, чтобы кончик кисти точно попадал по периметру ногтя. Теперь использую тонкую кисть, у меня рублев 10-0, набираю немного гель-лака, пальчик располагаю вниз, чтобы не было затеков. И теперь движениями, как будто бы рисуете такой френч обратный, прокрашиваете под кутикулой. Кисточка у меня параллельна кутикуле, заходит в синус и с другой стороны. После того, как заполнила под кутикулой, очень быстро разравниваю, для того, чтобы поверхность была ровной. Отправляем на просушку. Второй слой покрываю аналогично, как на предыдущем ногте. Подталкиваю материал, задерживаясь на парочку секунд в зоне кутикулы, дальше в три движения покрываю ногтевую пластину. При разравнивании важно совершать длинные движения от кутикулы до свободного края. Отправляем на просушку. Покажу на типсах упражнения, которые вы можете применять для отработки данной техники. Набираю на кисть материал, кладу его на ногтевую пластину. И теперь выполняю длинные движения, прорисовывая один синус и второй. Важно, чтобы не было никаких зазубринок, а линия была ровной. Еще потренируемся. Данный способ похож на прорисовку вензелей. Вы можете увидеть, что кисточка у нас разворачивается в синусном повороте. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Следующий способ веерного прокрашивания. Для этого нам понадобится кисточка из флакончика. Она будет служить аналогом тонкой кисти. Набираю небольшое количество материала, кладу его на ноготь, немного отступаю от кутикулы. Прокрашиваю полностью. Теперь сильно-сильно отжимаю кисточку внутри флакона, чтобы она была полусухая. И лишь кончиком кисти буду прокрашивать под кутикулой. То есть этот способ, он похож на предыдущий, только в качестве тонкой кисти выступает кисть из флакона. Я ее предварительно хорошо распушаю. И чем сильнее я ее распушу, тем глубже под кутикулу она войдет. Выполняю небольшие поступательные движения под кутикулой. Постоянно ее оттягивая. Правый синус удобнее прокрашивать в таком положении. Добавляю материала к кутикуле и распределяю длинными движениями. Второй слой покрываю все так же. Подталкиваю материал и задерживаюсь на пару секунд в зоне кутикулы. Отжимаю кисть и начиная с воображаемого левого синуса, распушая кисть вот такими поступательными движениями, формирую ровную линию. Веерный способ один из моих самых любимых, и им я пользуюсь чаще всего. И четвертый способ это использование плоской кисти. Этот способ отличен для новичков, потому что вы будете брать небольшое количество материала, а значит он не будет затекать под кутикулу. Покажу вам на типсах, какие упражнения вы можете делать для того, чтобы отрабатывать данную технику. Для четвертого способа на палитру поставлю каплю, окунаю плоскую кисть, чтобы она была вся пропитана гель-лаком, сильно натягиваю кутикулу, и вот такой полусухой кистью подталкиваю материал близко к кутикуле. То есть данный способ, он похож и на первый подталкивание, и на работу тонкой кистью, потому что плоская кисточка может проникнуть глубоко под кутикулу. Не переживайте, что слой получается полупрозрачным, вы добавите плотности чуть позже. На данном этапе нам важно очень аккуратно покрыть зону под кутикулой. Беру теперь кисть и добавляю нужный мне объем. Материал сам распределится по глубоко прокрашенному слою. Отправляем в лампу на просушку, кутикулу отпускаем по пути в лампу. Если все-таки у вас в процессе появляются затеки, у меня на канале есть несколько видео о том, как их убирать, с лайфхаками. Обязательно посмотрите, чтобы их не допускать. Второй слой все точно так же. Покрываю в три движения. Разравниваю, положив кисть лежа от кутикул до свободного края длинные движения. Отправляю на просушку в лампу. На типсе тренируемся подталкивать материал к кутикуле. Располагаем кисть по диагонали, чтобы в синусе была ровная линия. Проворачиваем кисть с одной стороны и с другой. Кстати, почему я не покрываю вот здесь? Потому что у типсы идет спуск и получается, что материал затекает. Приступаем к нанесению топового покрытия. Техника будет такой же, как и на втором слое цвета. Набираю небольшое количество материала на кисть, чтобы материал был с одной стороны, капелька. Натягиваю сильно кутикулу, прижимаю к поверхности, спускаюсь на 1-2 мм. И теперь наплывом материала толкаю к кутикуле, задерживаюсь на несколько секунд, чтобы топ полностью перекрыл цвет. И уже выполняю все те же самые три движения. Посередине, справа, слева. При необходимости вы можете запечатать торец очень аккуратно, едва касаясь кистью, перпендикулярно. И по завершению выполняем длинные движения, кисточка работает быстро, параллельно ногтевой пластине. Обратите внимание, каким образом мои пальчики двигаются, работают только пальцами. Не нужно совершать протягивающие движения своей рукой. Мы можем перевернуть ноготь клиента, для того, чтобы топ разровнялся и получился ровный блик. Пишите в комментариях, какой способ вам понравился больше всего. Обязательно применяйте на практике, для того, чтобы покрывать гель-лак близко к кутикуле. Ставьте пальчик вверх, если видео было полезным. Подписывайтесь на канал. Всем успехов в работе! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok